Если начать не пафосно, уже вроде бы не начать. Распадаются мирные крюки, крепежи, официальное положение печати. Даже не пиксели, казалось, попадающие измельчать. А самостоятельные тропменты, щеки в горло, капуто, филейная часть. Распадают сына, работают в хобби, в прошлом и сейчас. Расыпается день, макросветный, вот тихий час. А кто требуется трогать плотнее, не запрещать, не пытаться собрать, архивировать и спрещать. Распадаются тексты, на трезвучие слова. Твоя речь высыхает, стой, пластик, паркет, крова. С ней плачет имбанальная музычка, сказочка виновата. Распадается твоя ненаглядная голова, на бумажной крови, ленточку, вальска. На щеке из родинки твои черненькие волосы. После время песок я посыпала его в руках. А между складок зашила, а ты мама прополоскает. Я хотела бы построить замок, только вещь, чтобы уходить с нами. Бывают книжки настолько хочется, худовщицы. Рука сосреднела, бейджем было крючиться. Чтобы с восьми так идти, чтобы коряжиться и мочиться. Но никто не дарит вам прочитал свои сделки. Есть цветни, что хотелось бы пять лет от роду и не больше. Чтобы свет в коридоре, куклы бы мне есть больше. Чтобы не было никого, у кого мама столь лежит. Но и главное хочешь, и я не говорю. Ведь бывает так. В голове желчил, и тянется, и держал кого-то. И ты думаешь, что это на ближайшем слизу. Или как вот в жизни под свободной проблукой рыбой. Чищу ее задевают камушками. Нужен ли брендинг нищен к имерной станции? Мало кого нынче трогает и пристарает. Наши молитвы давно превратились в станции. Смотрим на Бога издали, сквозь ограду. Боги Олимпа, забытые и живые. Одины, Моры, Ганеши, Супермены. Дайте мне для письма поудобнее вилы. Не забывайте строчек пускать по рене. Всякой вселенной для жизни бывает мало. Дай мне вселенной время и пассивной. Оберегай, чтобы с лестницами упал. Если им правда, как пишут, то изобили. Ради Христа на картонке у нищенки. Толсто, мало, неубедительно, но если бесконечной цели. Если бы Бог принялся снова делать целым. То, что расхолото, двойство, смерть, пляжу. Новому миру новую взять в умену. Новую глину, чтоб снова себя любить. Всяк нам по молитве они поели. Гости читают, что он спорюшит. Асси. Это все от того, что ты убил на лесном, не болезненно. Болезненно, бесполезно. Слово вяжет во рту, как будто сосер железку. Правда страшно, когда он белый, раскинулся передо мной, что он сейчас стол и сулит, и бесконечно орет мне бумажным тонком. Только это не по стихи. Ну, правда, не про экстаз, не про длохлых мусс, как крысиные лапки торчат из стаза. Правда, из какой-то михи собирает фразу. Просто этот листок лежит и глядит во глаз, и все безутренчики с сахарней, и фальшивее он раз и раз. Это здесь от того, что его надо повороть, взяла бы поймать, разъять и перепороться, подорвать тишину, которая углой и отдаётся в ушах, ворочается внутри. Это белая крошка, белочек и следов. Это белый разиня, удобный складной удар, убедительная неживая дурная душа. Не успеешь моргнуть, он сожмёт белый свет в тисках. Белый свет, белый-белый. Вычащенный скелет, вытертый мел в ладони, крыльпнувший рукава. Выскочка кожей истой, растасканная башбалку с голова. Страшно от того, что, в общем, мы с ним одни. Больше, может, нет у него одного. Белый лист и то, что мы делим с ним, это пустое, неизвечивое. Спасибо. Есть такой город, где я туда буду повернув хаос через пять шагов. Стёкла в метро заостряют уехать. Мамер к ртути по жилам гоняет кровь. Есть такой город, прожатый на фонаре и добрым поспать на отдых с лучом. Камера смотрит тревожно со всех дверей, потому что ты не скажешь в ладон, не понимаешь, почему. Есть такой город, в общем, проблема в том, что в таком городе есть вот такая я. В другом смотрю зеркало и вижу дом. И лиски с москопчиками, где я. Чувствую пальцами и не могу сказать. В локу я смотрю безмолвым тупым щеком. Что не случится, как первым звонком руки даже выставлять на листке печать. Это мое стекло. Моя шаважа, враги. Чтобы держать красоту, я не знаю, что для меня. Толк надеваю, как испанский собак. И купаться, видимо, встывающий. Не получится. Смену распределения моего товарища расхода. Девушка. Мне нужен маньяк. Пасе. Рогий, старательный экономик. Будет книг вести. Двоить о том, сколько меня может ввести в расход. Сколько нужно на сон, на работу, на эстетный переход, на тык, когда было вывод. Будет вести учет. Позвонки мои, запах, пальцы на пенще. Сколько крови пустить на вдом, а где-то в счет. Назвонок зубной. Я смотрю в пиджачок, аккуратную экономику. Он готовит на полку с маной самую новость. Мои города будут нести. Не пломцы, здесь поцелуй, а вот здесь уколы. Нет, не помню. 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 Могу ли поступить в место, либо еще... Нет, еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Еще одну? Да. Еще одну, длинную, длинную. Опомните, это приказано. Знаешь, что... Сказочек на мяку. Есть такая китайская традиция. Если кто-то не умирает, мы успеем вбрать. Их хоронят вместе с человеком противоположного пола. Чтобы хоть в загробной жизни у них был шанс. Ну, ты понимаешь? Их покидать с ним опять в землю. То есть ближе к игру и дальше от солнца. Не почему-то вместе, а вот так. Знакомство. По-красивый мальчик, но очень всего стеснялся. По одной экспертала про классичную даму и вообще ничего не было занято. В загробном мире, по-другому, по-другому, по-другому. Никак не весна, только нюрок под стыдами, носок становится мокким, совсем нет времени. Никакими не пугали сутрами. Никаким не пугали времени. Просто оставили там вдвоем смотреть на подземное зале. Хочешь, не хочешь, разговаривай. Ты, говорит он, шнурок завязываешь не так. Но, говорит он, вообще, у нас никакой дырак. Нет, Муртон, тишина тут такая, как в деканате. Десны блеснеют, но сегодня цвет гранати. А меня положили к тебе лицом, а простите, к велосипеду, сзади. Не успел он сказать, что мы здесь пешком, что велосипеда нам здесь не надо. Муртон переходит, предвидительный шапоток. И она прощает. Больше не сердце сочет. Не, говорит, пугает. Шея битая. Ходишь, что красная. Глоса пугают. Стоишь, если я не гаранула, как ничем тебя не поймешь и не испугаешь. Не дрожишь, не усынешь, скрипываешь, не издоргаешь. Короче, если бы знала раньше, что ты такая, погоди, Глубка. У меня хоть погода всему дуна. Да там зима, а тут еще весна, поневоле станешь глуха, рогна, ненавязчивая, вбелучивая коллега. А я, может, слабая, неокрепая после простуды, полила тогда конкретно. А я, может, мне, может, всю жизнь приходилось делиться плиткой шоколада с братом, потому что он меньше рост. А я расстаюсь, то есть отпускаю. Всегда непросто. У тебя вот велосипед, а у меня три мобильника, две собаки с пластикой, колечки, напёртки, нитки, дыхательная гимнастика, старый компьютер, глачбокс, защитные шнитки, рваные, мусорки. Меня все собрали, как ждали второго тура, что от солнца спрятали все, что я считалась тогда моим. Чтобы Бог напомнить, с кем вы про мои причуды, мои привычки. Меня провожают вещи, встречают вещи, вещи мои, кавычки. Так он ее провожал до центра земли, чтобы там посидеть в кафешке. Так они шли, жевали слова, забывали в спешке, где чье плечо, чья рука, чьи неловкий ворох, декарских песен. На радость родителям, там, там, под морковой, под мухой землей, они пребывали вместе, как вместе, как только возможно на этой аварии земле. Не почему-то, а просто, чтобы веселеть. Так лежали они в саду, скрипели твои качели, и мы за них плакали, очень мы их жалели, так что даже придумать, только мы их не успели. Ну ничего, закончил на той неделе. Говорят, такой бизнес есть, приторговый трупами. Трупы лежат на складе, в полиэтилене, на пятой полке, между пластмассовыми зверями и крупами. Чувствуют себя при этом, уверен, чрезвычайно глупыми. Их держат за тем, что если кто-то умрет, сразу нашлось бы пара для похорон. Чего какой-то ваш шлях дурак, будешь взрываться, дальше его привезут. Ну и пожалуйста, тоже мне близко с хороу, при велосипеде. АПЛОДИСМЕНТЫ